Первый и самый важный документ, свидетельство о рождении, человек получает в органах ЗАГС. До достижения 14-летнего возраста оно является основным документом. Поэтому неудивительно, что ЗАГС Московской области ежегодно принимает активное участие в организации Всероссийского дня правовой помощи детям. Такая традиция существует уже четвертый год, в том числе и в Красногорском управлении записи актов гражданского состояния. Потому что у нас красивый, торжественный зал, что у нас есть возможность встретить 50 студентов, а сегодня их было даже, наверное, чуть больше. Ну и в такой красивой обстановке провести, все-таки немножко дискуссии тоже получилось, да, такой разговор с молодежью, в том числе и несовершеннолетней. А молодежь, что называется, оказалась подкованной. Подискутировать о правах детей сегодня пришли студенты юридического факультета Красногорского государственного колледжа. Но и они, несмотря на профиль обучения, смогли получить много полезной информации, которую им предоставили руководители профильных ведомств муниципалитета. И вопросы касались именно несовершеннолетних детей, защиты их прав, опека, социальная защита, органы ЗАГС при выдаче и оформлении документов на несовершеннолетних детей, видов актов гражданского состояния, таких как регистрация брака несовершеннолетних, да, или регистрация переменной имени. Чем отличается усыновление от опекунства? Как часто несовершеннолетние красногорцы сталкиваются с нарушением своих прав? Об этом ребятам рассказали заместитель начальника отдела опеки и попечительства Анна Графова и Светлана Мартынова, руководитель отдела ПДН администрации района. А председатель общественной палаты Владимир Танкоев решил посмотреть на проблему с необычной стороны. Он обратил внимание своих будущих коллег на важность составления брачного договора, чтобы в случае развода права заинтересованных сторон не нарушались, в том числе интересы детей. Очень интересно было почерпнуть информацию о брачном договоре, узнала много интересного, как бы не слышала об этом нигде и запомнилась, так сказать. Были моменты, которые мы уже проходили и на первом курсе, и на втором курсе. Что-то я, конечно, для себя узнала, а что-то, что я и в интернете вычитала. То есть какие-то вопросы меня и заранее интересовали, я это вычитала. Данная встреча прошла в преддверии Международного дня правовой помощи детям. И основная задача мероприятия – познакомить подрастающее поколение с основными документами, защищающими интересы несовершеннолетних. Такая информация, по мнению организаторов, ребятам пригодится, если не в юридической практике, то в родительской наверняка. Максим Ельников, Михаил Петухов, Марьяна Быстрова, КРТВ.